В этом видео я покажу, как правильно заряжать воду. Беру самодельный генератор на миллион вольт. Вот тут все как положено. Трансформатор, умножитель. Ставлю на него бутылку с водой из-под крана. Включаю в сеть и плавно накручиваю мощность. Что-то проспорю, да? Слышь, бутылка там. Ого! Это, честно сказать, очень странный эффект, которому я не находил объяснение. Энергия накапливается на пленке, то есть на бутылке. Как изолятор заряжается. Видимо, достигает предела пробоя и происходит бабах. О, было? Видел? Я не видел. О, было. А там вода пробивает с бутылки, с пробки. Да? А внутри прям? Да, молния разовая. Получается. По мнению некоторых ученых, вода под воздействием высокого напряжения меняет структуру и насыщается ионными электронами, приобретая чудодейственную силу. О! Ничего себе, да? Да. Так так красиво расходит. Ничего, на ворощание. Ой, че это с ней? Ого! Красная молния! Вау! Гля! Ох, ничего себе! Вот у меня сверху заряд какой-то. Меня аж глушит, честно. Смертельный номер. Да я уже тут чувствую, как волосы поднимаются. Вода летит оттуда. Брызги. Теперь можно выключать. Кстати, она зарядилась, потрескивает. Смотрите, как сильно она электронизовалась. Ребята, вы наверняка с нетерпением ждете, когда мы сделаем большую солнечную электростанцию. Так вот, она будет готова этим летом. А пока мы закупаем все необходимое. Немного страшновато покупать такие дорогие устройства у китайцев. Вдруг попадешь на нечестного продавца. Но благодаря расширению Alitools мы можем проверить поставщика. Есть хороший инвертор, который подходит нам по мощности. Проверим его через Alitools. Рейтинг продавца хороший. Делает 3% недовольных покупателей. Это довольно-таки неплохо. Иногда видно, что продавец искусственно завышает цену, чтобы потом сделать скидку. Давайте проверим. Ага, видно, что здесь нет таких скачков цены. Она относительно стабильна и периодически бывают хорошие скидки. Ну что ж, буду ждать скидку и брать. Ссылка в описании. Рекомендую расширение. А теперь попробуем зарядить Кока-Колу. Я думаю, ни для кого не секрет, что в коле содержится ортофосфорная кислота. Значит, она должна накопить гораздо больший заряд, чем просто вода. Устанавливаю на электрод высоковольтный. Включаю. А где Кола, кстати? Где Кола? Где Кола? Где Кола? Ай-яй-яй-яй-яй. Не удалось нам ее зарядить. Потому что она лопнула. Наверное, зря я ее взболтал. В общем, не заряжайте Кока-Колу. Она взрывается. Но нас это не остановит. И в следующем ролике мы сделаем сверх мощный конденсатор энергии из обычной Кока-Колы. И попробуем зарядить него миллион вольт. Но что-то пошло не так. И результат нас шокировал. Подпишись, чтоб не пропустить.